Сегодня мы с вами вяжем трехцветный двухфонтурный жаккард на машине Бразер. На машине Север связать его несколько проще, чем на машине Бразер. Давайте мы его свяжем на машине Бразер. Я перенесла рисунок из программы ДК-8 в мою машину. В программе ДК-8 при переносе трехцветного рисунка обозначила цвета. Первым цветом у меня это темно-серый графитовый кашемир. Вторым цветом вот такой кашемир. И третьим цветом 100% мереносовая шерсть. Заправляем три цвета в нити водителя нашей машины. Первый цвет оставляем на стойке нити водителя. Второй цвет заправляем во второй нити водителя машины. И третий цвет мы заводим в дополнительный нити водителя, в случае машины Бразер, которую устанавливаем с левого дальнего угла машины. И третий нити водитель в случае машины Север. Мне удобнее таким образом второй и третий цвет. Удерживаю. Установили четырехцветник на вязальную машину. Начинаем вдевать пряжу с третьего цвета. Открываем третий нити водитель. И нажимаем правую кнопку с правой стороны четырехцветника. Закрепляем нить. То же самое проделываем с пряжей второго цвета. Опускаем. Неж игольниц. Цвета заправлены. Сдвиг игольниц на H. Берем вяжу первого цвета. Плотность 0,0. Начинаем вязать наш образец с заработка. На плотности 0,0 провязываем первый ряд. Конечно же навешиваем двухфонтурную гребенку. Навешиваем грузинку. Переходим на круговой ряд для того, чтобы завершить наш заработок. На плотности 1,0 выполняем два круговых ряда. Готово. Отключаем наше круговое вязание. И я вам рекомендую использовать трех- и четырехцветный шаккард исключительно. Только с пикейными кнопками. Если у вас нет нижней каретки с кнопками пике, лучше трехцветный шаккард не использовать. Потому что это будет, на мой взгляд, грубо и некрасиво. Конечно же, если вам нравится, это ваше дело. Итак, готовим нижнюю каретку для работы с пикейными кнопками. Как подготовить нижнюю каретку Сильвер для работы с пикейными кнопками, смотрите в моем видео. Двухфантурный шаккард на машине Сильвер. Отводим каретку. Переключаемся на КС-2. Вязать я собираюсь на плотности 2,1. Счетчик рядов на 0, если мы собираемся с вами выполнять образец. Готов к старту первый ряд рисунка. Если мы переносили рисунок из ДК-8, он уже адаптирован для трехцветного шаккарда, потому что мы выбрали именно трехцветный шаккард, кнопку MC-Rip набирать не нужно. То есть вы просто выбрали рисунок и все, и больше ничего. Я также запрограммировала, чтобы цвета по порядку мне в поле Момо показывала. Провязываем первый считывающий ряд. Нажимаем обе кнопки ПАД. Каретку возвращаем справа налево. В окошке Момо загорелась цифра 3. Это значит, что сейчас я должна буду перейти на цвет 3 в палитре. А это значит пряжа белого цвета. Рекомендую вам расположить пряжу по номерам, так как вы запрограммировали ее в программе ДК-8. Итак, у меня это цвет номер 1, цвет номер 2 и цвет номер 3. И сейчас должна перейти на цвет номер 3. До упора отводим каретку. И после того, как раздался щелчок, пряжа темного цвета, темно-серого, зацепилась за нитеводитель 1. Нажимаем клавишу 3. Третий нитеводитель. Нитеводитель плеча каретки подхватил пряжу номер 3. Провязываем ряд. Провязываем второй ряд. В поле мемо загорелась цифра 2. И мы сейчас должны будем сменить пряжу 3 на пряжу номер 2. Заводим каретку до щелчка. Нажимаем на клавишу 2. Подхватываем пряжу номер 2. Провязываем первый ряд. И мы с вами должны перейти на цвет номер 1. Снова цвет номер 3. 2. И 1. И снова 3. 2. 1. 3. 2. Желательно, чтобы пряжа, с которой вы работаете, была достаточно мягкой и тонкой. Я вам напоминаю о том, что на два ряда рисунка приходится шесть рядов изнаночной стороны. Так, давайте снимем полотно с игломашины и посмотрим, что мы получили. Срежем все нити. Снимаем с машины, смотрим, что получилось. Вот так это выглядит по лицевой стороне, то, что мы с вами делали. И вот так это выглядит по изнаночной стороне. И вы видите, что петли по лицевой стороне однозначно высокие. Помним о том, что на два ряда приходится шесть рядов изнаночной стороны. Поэтому, опять же, это моя личная рекомендация. Я бы не рекомендовала использовать трехцветный двухфонтурный жаккард, если у вас нет нижней каретки, жаккардовой каретки с пикейными кнопками. Ну, вот так это выполняется. Вяжите вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. И до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал.